Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим не просто о здоровом образе жизни и не просто о спорте, а о таком виде спорта, о котором, возможно, вы не всё ещё знаете. Рад приветствовать в нашей студии Оксана Станиславовна Матвеева, тренер команды «Резолют» по чирспорту. Чуть позже узнаем, что это такое. Мастер спорта по спортивной гимнастике. А также Ксения Малышева, победительница первенства России по чирспорту 2021 года. Помимо этого, победительница и таких же соревнований по Московской области. И участвовала, и побеждала в национальных соревнованиях. Здравствуйте! Здравствуйте! Всегда приятно видеть молодых, замечательных спортсменок, тем более тренер и воспитанница. Скажите, пожалуйста, у вас сколько медалей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это всё по чирспорту? Да. Это всё ваше? Да. Ага. Как вот такие медали, Оксана Станиславовна, можно заработать? Выезжая на различные соревнования, соревнования проводятся много, от региональных соревнований, от клубных соревнований до чемпионата России. А вот наверняка у кого-то возникнет вопрос, а что такое чирспорт, что такое чирлидинг? То, что название, которое, наверное, нам нужно расшифровать как-то для некоторых наших зрителей. Ну, чирспорт – это вид спорта, включающий в себя несколько, так сказать, видов спорта, как спортивная гимнастика, акробатика и танцы. То есть это смешанный такой вид спорта. То есть как бы спортивные, да, танцы? Ага. То есть несколько элементов из разных видов спорта, которые в одну программу. Включают себя в одну программу. Это как произвольная программа, ну, говоря там языком фигурного катания, это показательная программа или произвольная, или это вот специальная спортивная программа? Это специальная спортивная программа. То есть ты составляешь программу к соревнованиям, и потом на соревнованиях непосредственно ее показываешь. То есть, грубо говоря, вы должны, то есть спортсменка, которая принимает участие в этом виде спорта, Это командный вид спорта. Командно. Но все равно, каждая из участников команды должны овладеть как минимум тремя видами спорта, для того, чтобы их соединить. Правильно? Да. То есть три в одном. Да. Три в одном. Ксения, а почему вы решили заняться этим спортом? Как вы об этом узнали вообще? Кто вас привел? Я сама увидела, как девочки тренируются, и мне тоже захотелось так же тренироваться и побеждать на соревнованиях. А что вам больше нравится из этих трех видов спорта? Танцы, акробатика или гимнастика? Гимнастика. Да, то есть гибкость. Да. А что там в гимнастике? Серьезные какие-то элементы? Да. Ну, то есть вы можете, если мы скажем вам, а вы можете просто только гимнастикой нам показать? То есть вы можете принять участие в каком-то соревновании, исключительно связанном с гимнастикой? Да. То есть эти элементы все вы изучаете, да? Да. И так я понимаю, Оксана Сосановна, что вы как тренер уже этого объединенного, скажем так, вида спорта, мы, наверное, в этом принимают участие и специалист по гимнастике, и специалист по танцам, я не знаю, хореограф или еще как-то. Да, тренер. Все в одном. Универсален. Да. То есть вам тоже пришлось пройти все этапы и отовсюду, так сказать, получить практику, методику и так далее. Да. Я почему на этом настаиваю? Потому что для наших зрителей важно понимать, что вы фактически, приведя своего ребенка, да, получаете три направления, да? Ну, там кто-то на футбол идет, да, там тоже могут заниматься, например, какой-то специальной подготовкой, да, легкой атлетикой и так далее. Но у вас это прямо входит в программу, то есть ребенок должен переключиться с гимнастики на танцы, потом, значит, перейти к акробатике и так далее. Это вид спорта, я так понимаю, оттуда к нам пришел, да? Это у них он зарождался или это по всему миру одновременно он как-то появился? Нет, зарождался черлининг в Америке и потом уже по Европе и плавно перетек в Россию. Ну, опыт подсказывает, что когда мы подхватываем соревнования извне, мы становимся лидером в этом направлении. Как у нас с этим дела обстоят? Пока Россия стремится только быть лидерами. Для нас это молодой вид спорта, да? Да, для России, да. Ксения, скажите, пожалуйста, а кто с вами занимается? Как у вас проходят тренировки? Я имею в виду и преподаватели, тренеры, да, и ребята, дети. Кто с вами ходит на занятия? Мои подруги, с которыми я познакомилась, когда пришла в команду. Потому что это же команда? Да. То есть вы все вместе. Сколько у вас человек? 27 человек. 27? Да. И вот эти все 27 человек должны быть ух? Да. То есть командный дух. Оксана Стаславовна, а как вы, вот если бы у вас сейчас была такая возможность выступить перед нашими зрителями и сказать, какой ребенок вам нужен с точки зрения, вот чтобы его привели, вы сказали, да, он войдет в команду, знаете, как в отряд космонавтов. Мы берем его, мы из нее или из него сделаем. Кстати, только мальчики или девочки? Нет, есть и мальчики, и девочки. Да. То есть тогда вот приводят вам ребенка, и вы говорите, мы из него сделаем суперспортсмена по чирспорту. Что для этого должно быть у ребенка? Я стараюсь никогда так не говорить, что мы сделаем суперспортсмена. Постараемся сделать. Да. Ну, я почему говорю, потому что сейчас кто-то смотрит, захочет, увидев вот Ксению, у которой столько медалей, о них мы сейчас поговорим чуть позже, что, какие данные должны быть у ребенка, чтобы вы начали с ним заниматься? На самом деле это большой подарок, если ребенок приходит сразу с какими-то данными, и желательно, если приходит из схожего вида спорта, из гимнастики, из акробатики, то такой ребенок просто быстрее присоединится к команде, и у него будет больше шансов выступить на ближайших соревнованиях. А так мы берем детей абсолютно любых с нуля. Просто это вопрос. Какой возраст? Ох, сейчас мы набираем от 7 лет. От 7 лет? Да, и старше. То есть у нас в клубе есть два состава. Это юниорский состав и детский состав. Детский состав – это 8-11 лет, юниорский – и 11-15 лет. И поэтому есть девочки, которые приходят у нас, которым по 12 лет, которые ранее занимались. Кто-то схожим видом спорта, кто-то из каких-то других видов спорта. Смежных спортивных профессий, я понял. А вы, значит, получается, в детской группе пока еще? Да. Будете юниорской переходить? Да. А разница какая? В юниорской там какие-то другие соревнования, другие требования? Ну, уровень другой. То есть в чирлининге, в чирспорте, как и в любом другом спорте, есть определенные правила. И каждая категория делится на уровне. То есть в детской команде ты можешь делать упражнения, элементы не выше третьего уровня. Это все там прописывается в программе, в правилах по чирспорту. А на юниорских уже соревнованиях, в юниорской дисциплине ты можешь делать уже уровень выше. Правильно я понимаю, что это набор неких элементов, и исходя из того, как они делаются, оцениваются, и сложность их оценивается, точность выполнения, верно? Да. Мы уже получаем суммарную оценку, которую потом... Сколько длится такое выступление? Ну, я имею в виду на соревнованиях. 2 минуты 15 секунд. Какая точность? А почему именно не 2 минуты 15 секунд? Раньше было 2.30, сейчас по новым правилам сделали 2.15. И за 2.15 вы должны порвать зал? Показать максимум, да. Зарядить зрителей, чтобы... Это должна быть и музыка. Музыка там присутствует? Да. И музыка, и нужно... О, это очень сложно. А сколько человек одновременно выступают? Не все же 27? 24 человека. Это максимум. От 16 до 24. 24 человека. Сразу же. И вот это у меня сразу вопрос. Знаете, когда смотришь любой танец, даже не спортивный, а просто танец, если там есть элемент, который должен быть синхронным, как только идет рассинхрон, вот для меня это прямо вот трагедия. Я такой в этом плане зритель суровый. Там есть такие упражнения синхронные, когда надо вместе сидеть? Конечно. Как это происходит? Только есть... Если в танце, допустим, это должен быть какой-то танцевальный элемент, то у нас вся программа должна быть синхронной. То есть 2.15 должен идти в ногу с каждым. То есть помимо того, что каждый должен выполнить все элементы, он должен еще помнить, что мы делаем их вместе. Да. Понятно. Ксения, скажите, пожалуйста, давайте о ваших медалях поговорим. За что? Вот эта медаль, которая ближе к тренеру, самая большая, это что за медаль-то такая? Это медаль с Московской области. А где... Да, кубок, который рядом, это за первое место, вот этот самый главный кубок, который вам вручали. А как вручали-то? Ну, мы выходили на пьедестал, и нам вручали, одному человеку вручали этот кубок. А потом все за кубок держались? Да. Вы тоже? Вам вручали, или вы тоже потом... Нет, ну, к любому дают, кто ближе, и потом все поднимают. А разве капитана команды нет у вас? Есть. Есть? Да. Есть капитан команды? Есть. Как он выбирается, капитан команды? Мы голосуем. Да? Серьезно? Или ты? Я думал, тренер выбирает, ты будешь, потому что ты лучше. Это же психологический момент и так далее. Ну, как правило, дети, которые в команде, они сами выбирают того, кто лучше всех. И это, как правило, совпадает и с тренерским мнением. Ну, еще, Оксана Славовна, почему резолют название такое? Что это означает? Это какая-то ваша компания, которая вам помогает в чем-то? Нет, это просто наша больная тема. Когда у нас создавалась команда, очень быстро и резко мы собрали. Ведь команда создалась у нас так, что у нас изначально было два тренера, и мы оба тренеры по спортивной гимнастике. И когда девочки начали расти, мы поняли, что кто-то со временем не сможет заниматься уже на профессиональном уровне. Мы хотели, чтобы дети занимались как можно дольше в спорте. И нашли такую альтернативу, как вот Чир-спорт, так как он связывает несколько видов спорта. И когда мы начали собирать команду, у нас уже был состав, мы очень быстро попали на соревнования, и там было необходимо прям принимать решение быстро по поводу названия. Мы очень долго думали, но так как вид спорта развивается очень быстро, очень много есть названий схожих. Даже вот у нас на Московской области там есть две команды с одинаковым названием. А мы хотели так, чтобы не было как ни у кого. И мы долго думали, и мы же просто начали характеризовать свою команду, и потом переводить это на английский. И вот так решительные стали командой «Резолют». Понятно. То есть по-русски решительные, по-английски, ну, для европейского и прочих уровней на английском языке, чтобы выступать. В спорте это нормально. А на местном уровне мы решительные, да? Насколько, Ксения, вы решительные? Тренировки же это дело сложное. Когда, сколько тренируетесь, сколько отдаете времени этому? По два часа и в субботу. Каждый день? Не каждый день. В понедельник, среда, пятница у нас по два часа тренировка, а в субботу три часа тренировка. С ума сойти. А время вечернее, да, или утром? В субботу утреннее. В субботу утреннее. А вот все остальные вечернее. Ну, хорошо проходят занятия. Вам нравится? Да. Потому что мы же еще хотим, чтобы кто-то новенький пришел, да? Потому что команда должна разрастаться, раз она решительная. Черты характера какие-то у ребенка, вот, понятно, что вырабатываются по ходу. Но, опять же, возвращаясь к тем, кто приходит, вы как-то видите, что вот это действительно более решительный ребенок, а с этим нужно больше поработать. Я имею в виду подход педагогов, да, к детям. Не только, наверное, спортивный чисто, правда? Да, но в этом, знаете, очень помогает команда. Да, в этом, наверное, попроще командный вид спорта. Потому что, когда ты вливаешься в какой-то состав, в команду, то там уже не только тренер играет какую-то роль, а вся команда тебя поддерживает. У нас был такой опыт, когда девочки приходили, где-то стеснялись, переживали, что команда не примет. Но у нас очень дружная команда, и мы очень быстро принимаем любых девочек в свой состав. И они сближаются за короткий срок. Ксения, вы человек взрослый, поэтому вам сейчас сложный вопрос. А вот если, например, все тренируются, все хорошо, поехали на соревнования, и вдруг на соревнованиях, ну, кто-то стратил, что-то не получилось, да, неправильно выполнил движение, все, его все там будут ругать, все коллеги, да, или как? Нет. Мы не должны ругаться, а то будет так, что... Команды не будет. Да, что команды больше не будет, и будут все ругаться, и все. Ну, то есть поддерживайте друг друга, и если что-то где-то не получается, уверены, что в следующий раз получится. Тем более, что, судя по медалям, чаще получается, чем не получается. Оксана Александровна, скажите, пожалуйста, Ну, девочке понятно, гимнастика, акробатика, танцы, а мальчики? Только акробатика я понимаю, гимнастика я понимаю, а танцы? Ну, как-то как в нашей команде пока что нет мальчиков. А, то есть пока? Но мы призываем, да. То есть вы готовы принять, да? Кто-то должен начинать? Мы очень ждем, да. Хотя бы одного мальчика. Акробатические, тогда можно, эта программа немножко изменится, потому что могут появиться какие-то уже акробатические мужские элементы, правильно? И гимнастические тоже мужские. Они же не у всех одинаковые, нет? Ну, в чирспорте они идентичны, одинаковые у девочек и мальчиков. Да, разве что мальчики, если это какой-то посильнее спортсмен, если он уже выступал где-то, может, на гестернах по гимнастике или более способный к акробатическим элементам, то он, в отличие от девочек, может делать посложнее какие-то элементы. Но мальчики нужны для того, что они, наверное, в принципе, априори посильнее девочек. А там же мы поднимаем вверх флайеров. То есть есть в дисциплине, как бы делятся спортсмены на базу и на флайеров. И флайеры – это те, кто наверху, кого держит базу. И вот нам очень... Вот я бы, наверное, был в базе. Наверное. Да, я бы был в базе, я понял. Видите, мы уже выражения начинаем изучать. Ксения, последний вопрос вам. Что бы вы сказали тем, кто вроде и хочет прийти, и пока стесняется или как-то не очень себе уверен? Вы поможете войти в курс дела, если к вам придет молодое поколение? Да. Поможете? Помогу. Ну все, договорились. Сейчас мы сделаем паузу. Напомню, что у нас в гостях Оксана Станиславовна Матвеева, тренер команды «Резолют» по чирспорту, мастер спорта по спортивной гимнастике. И также Ксения Малышева, победительница первенства России по чирспорту 2021 года, кубок, который командный, да, принадлежит вам и стоит в зале, где вы тренируетесь. Вот этот кубок принадлежит этой замечательной команде. А мы сделаем небольшую паузу и скоро вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и сегодня говорим о чирспорте. В первой части мы рассказали вам, что это такое, может быть, кто-то не знал. А во второй части к Оксане Матвеевой, тренеру команды «Резолют» по чирспорту и мастеру спорта по спортивной гимнастике присоединилась Ольга Владимировна Балашова, президент Федерации чирспорта, городского округа Люберца и член правления Федерации Московской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы сейчас видели замечательного маленького ребенка. Вот скажите, что надо сделать, чтобы у детей горели глаза? Как вам это удается вместе делать, взрослым коллективом? Потому что не так же это легко все-таки. Это маленький детский организм. Маленький детский организм, да, безусловно, правы. На мой взгляд, самое главное – это работа одновременная родителя, ребенка, тренера. На сегодня у наших тренеров глаза горят. Если они горят у них, они будут гореть у детей. Ну и, соответственно, если родители будут рады, что ребенок счастлив, у нас будут самые потрясающие дети. То есть три, вернее, четыре пары глаз. Два-две родительских, тренер и ребенок. Да. Ну, судя по медалям, которые вот у нас здесь по-прежнему находятся на нашем столе, это удается сделать. Но, тем не менее, вот, насколько я понимаю, чирспорт как-то постепенно набирает, да, обороты все быстрее и быстрее. На сегодняшний день этот вид спорта, он уже считается профессиональным или как? Это профессиональный вид спорта. Он признан олимпийским видом спорта. На сегодня в мире существует 118 стран, которых проходят соревнования, которые участвуют в чемпионатах мира, Европы и так далее. Спортсмены нашей страны являются также призерами чемпионатов мира, которые состоялись в Орландо два года назад. Являются призерами и чемпионами чемпионата Европы, который состоялся в 2019 году в Санкт-Петербурге. На данное соревнование приехали 23 страны и представляли. Это еще до ковидные времена успели, да? До ковидные времена, да. Счастливые времена, тогда, где спортсменов было огромное количество. Это было потрясающее шоу, программа. Спортсмены показывали невероятные какие-то программы. Ну, такой, по большому счету, для многих новый вид спорта, когда вот так вот уже выделили его, чтобы они увидели, как это происходит. Я хотел еще у Оксаны Станиславной спросить. Оксана, скажите мне, пожалуйста, а вот вы следите за другими странами, ну, вообще, да, подсматриваете чего-то, как у них там что делается, как у них гнутся правильно ноги и руки. Да, непосредственно мы просматриваем программы, следим за командами как зарубежными, так и российскими командами. То есть китайцы по-прежнему гибче, чем мы, или нет? В черспорте нет. В черспорте нет. А в гимнастике? В гимнастике пока на уровне. Почему они такие гибкие? Я вот не могу понять. Дисциплина. Дисциплина. Значит, дисциплина. И тогда вопрос к Ольге. Скажите, ведь вот вы говорите, родители, дети, тренер, да? Во-первых, надо сначала дисциплину с тренером наладить, потому что тренер... С родителем. С родителем. Сначала с родителем. Потом тренеру, чтобы было хорошо, комфортно работать, и чтобы он получал удовольствие, и отдавал ребенку все, что только можно. И, наконец, ребенок. Как вот это все, все это вы можете... На мой взгляд, мотивация. Грамотная мотивация ребенка, она будет способствовать правильной дисциплине. Дальше уже тренер, который соблюдает все правила вида спорта, настраивает ребенка на работу и показывает то, к чему он будет стремиться. А у нас на сегодня это все видно, соцсети и так далее, дети это все понимают. Соответственно, они будут хотеть работать в дисциплинированной команде. Это командный вид спорта, да? Раз командный вид спорта, то, естественно, здесь еще нужен какой-то командный дух. Для этого есть какие-то специальные курсы с ними проводите? Или все только на площадке на тренировочной происходит? Помимо тренировок дети участвуют в мастер-классах, спортивных сборах, общих каких-то мероприятиях, выезды на природу, в кинотеатры, театры. То есть командный дух... Естественно, это все поддерживает. Оксана, скажите, пожалуйста, но ведь дети же, они же мотают нервы. Ну, давайте между нами говорить, пока на второй части только взрослые здесь находятся. Мотают в том смысле, что они хотят иногда сразу и всего, сразу стать чемпионом, и чтобы меньше трудиться. Как вы их мотивируете? Вот это слово прозвучало. Это тяжелая работа? Не выходите из себя? Как вы держитесь? Непосредственно это тяжелая работа. Иногда бывает такое, что выходишь из себя, но стараешься как-то держаться, сдерживаться. Ну, вы злой тренер или... Справедливый. Справедливый. Понятно. А добрые тренеры? Ну, понимаете, как бывает? Злой тренер должен быть и добрый. Один немножко должен чуть-чуть больше хвалить, а другому все время не нужно нравиться. И ребенок, мне кажется, и к тому, к тому будет внимательно относиться, потому что тому надо все время что-то доказывать. А этот всегда скажет, что, ну, вот хорошо. Ну, и хорошо, и я дальше начинаю идти. Вот я веду, Ольга, вопрос к психологической составляющей, потому что тренер – это не просто тренер, он может знать все замечательные элементы, но он должен быть еще педагогом, психологом. Как вы выбираете тренера? Именно по данным составляющим. То есть тренеры нашей федерации, они обязательно должны быть первые с педагогическим и тренерским образованием. Ну, и далее уже смотрим по их потенциалу, по их возможностям. Ну, более того, скажем, так как у нас разосторонний вид спорта – это не танцы с помпонами, это не просто танцы. Да, у нас много составляющих, и тренер не профессионал не выдержит, наверное, работать в нашем виде спорта. То есть это не человек с улицы, а это именно профессиональный человек, который знает, то есть для кого есть такое понятие, да, большой спорт, да, профессиональный спорт, когда мы должны делать все правильно и все-таки не забывать о том, что это дети, что любая травма может быть опасна. Естественно. Вот. И вот тут такой вопрос. Проводите ли вы какие-то встречи с родителями, что-то им подсказываете, ну, чтобы какая-то дополнительная подготовка была? Безусловно, работа с родителями ведется по режиму питания детей, по просто режиму дня, по правильному соблюдению. У нас дети все, 100% наших детей, они наблюдаются в нашем любезном физкультурном диспансере. То есть мы напрямую работаем с врачами, нам дают рекомендации, да, то есть если есть какие-то запреты на временное там… Ну, надо подождать, да. Да, 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 да. То есть мы проводим работу с детьми, пытаясь их вывести из какого-либо состояния, будь то проблемы с суставами, с коленями, да, у нас сейчас, к сожалению, в связи с экологией много проблем у детишек бывает, поэтому стараемся найти оптимальные какие-то для них условия. То есть вы фактически берете ребенка на полный такой комплекс, родители могут быть уверены, что если не дай бог, да, любой ребенок может просто так упасть, да, на улице, в конце концов, вы за ними еще и следите в этом направлении. Оксана, скажите, пожалуйста, а были такие случаи, когда ребенок, ну, ушел, надоело ему, а потом все-таки вернуется? Бывают такие случаи. Знаете, как вы, может, что-то разнервничался, дети же они искренние, что-то, может быть, не то услышал, не так понял, что было сказано, и все, ухожу. Вот. А потом вдруг возвращался. Бывает такое, конечно, и не только из-за того, что понравилось, не понравилось. Бывает чаще, что они справляются с нагрузками, но потом возвращаются как раз-таки потому, что не хватает нагрузки для дальнейших каких-то там своих физиологических. Понятно. Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы президент федерации. Слово федерация говорит нам о том, что это такая организация, в которую должны входить какое-то количество участников. Мало того, вы член правления Федерации Московской области. Вы сказали про чемпионат и так далее и тому подобное. Правильно понимаю, что этот вид спорта, он все-таки молодой, он набирает обороты. То есть есть какое-то ожидание, что будут расти эти, как раньше говорили, секции. Теперь мы это называем, может быть, при спортивных школах, просто при школе. Есть такое ощущение, потребность в этом? Естественно, да. То есть мы на сегодня развиваем вид спорта, достаточно стремительно открываются как частные клубы и секции, так мы стараемся и на государственном уровне. В 2014 году было открыто отделение в школе Олимпийского резерва. Помимо прочего, мы стараемся внедрить в общеобразовательные учреждения секции, будь то они на дополнительном образовании, либо по договору аренды. И, соответственно, чтобы на базе каждой школы существовала секция черспорта, как в рамках волейбола в наше время было, футбола, чтобы дети могли ходить, заниматься, развиваться в этом направлении, участвовать в чемпионатах. Ну, а тут есть еще интересный такой момент. Я предполагаю, вот ребенок приходит на черспорт, да, а там же есть три элемента. И вот он, например, больше всего ему начинает раяться акробатика или гимнастика. Он может потом, например, уйти в большой спорт, ну, например, исключительно в гимнастику? Да, он может. То есть как стартовая площадка для одной из разновидностей, то, что мы говорили в первой части, что здесь как бы три в одном, да? А вот вопрос в связи с этим к Оксане. Вы все-таки мастер спорта по спортивной гимнастике. Вы, значит, все-таки на гимнастику больше упор делаете? Или вы уже, ну, как это, по 30% всего даете? Не стараюсь. Провокационный вопрос. Нет, гимнастике непосредственно я не уделяю времени. Больше или меньше такого нет. То есть стараемся развиваться во всех направлениях, как и на тренировке. И просто сама программа не позволяет делать акцент на каком-то из одного из спорта. Потому что комплекс должен быть, да? Но в любом случае, Ольга, правильно я понимаю, что заполучить хорошего тренера не только психологически, но как педагога, да? Человека, который на своем опыте, да, может показать и научить ребенка. Это серьезная задача. То есть, наверное, иногда тренеры, которые к вам приходят, кого-то могут с собой тоже привезти. Зачастую наши спортсмены, которые пришли в наш вид спорта еще 7 лет назад, они на сегодня работают тренингом. Причем справляются своими обязанностями очень достойно. Так как они квалифицируются, они посещают определенное количество в год семинаров, на сборах участвуют, в международных сборах. То есть, постоянно развиваются. То есть, это даже такой научный спорт, если можно сказать, как по-новому, потому что спорт требует сегодня, да, если мы не берем вот эту страшную тему, которая нас все время преследует, допинга, берем нормальный спорт, как правильно, как все хотят быстрее, да, чтобы еще гибче, еще быстрее, еще точечнее, да, выполнялось. Теперь главный вопрос, который, наверное, и вас волнует, и, конечно же, Оксану, мы уже говорили об этом в первом тайме нашего разговора. Прием. Вот давайте мы еще расставим точки над «и». Вот сейчас слушают нас родители или дети, да, мам, пап, идите сюда, хочу вот на такой вид спорта. Что нужно сделать? Куда прийти или на сайт зайти? У нас есть сайт, у нас есть Инстаграм, Федерация, у каждого клуба свои странички есть, там, где указаны контакты каждого тренера, адреса отделений, помимо прочего, и в наших соцсетях есть контакты. Ну и, соответственно, мы предлагаем, изначально это было по геолокации нахождения родителей, ребенка, там, где было бы удобнее заниматься. Но зачастую мы уже наблюдаем такую тенденцию, что родители идут в клубы не по геолокации, а именно по уровню тренера, подготовки, дисциплины. И это правильно. То есть мы надеемся, что мы все-таки выйдем на этот уровень, и что не будут какие-то вот бытовые моменты влиять на развитие детей, развитие их в спорте. Вот так, к Оксане вопрос, потому что я вообще, знаете, люблю все фильмы про тренеров, потому что у меня тоже был когда-то тренер, когда я был там, занимался спортом. Всегда тренер, почему-то ему всегда хочется что-то доказать. Вот есть у вас внутренняя какая-то гордость за кого-то, что вы взяли человечка маленького, негибкого, вроде, вот как вы говорите, мы берем всех. И вдруг вы понимаете, что она даже лучше вас уже все делает. Да, есть. У меня такие есть как и в чирлидинге, так и в спортивной гимнастике. Вот есть дети, я начала работать, получается, 6 лет назад. И взяла ребенка, когда ему только 5 лет исполнилось. И вот в этом году ей исполняется 11 лет, и вот она чемпионка России по чирспорту. Ну вот видите, еще пройдет какое-то время, и на свадьбу будут приглашать. Будете вместе там вспоминать, как это все было. Ну что, я рад представить вам людей, которые делают детей, маленьких детей, которые... Может быть, еще совсем не спортивные, потихонечку, аккуратно, с наблюдением у медиков, когда нужно, делают их гибче. А наша жизнь, она такая иногда сложная, что просто в жизни надо быть гибким. Не только с точки зрения тела. Я думаю, что у чирспорта, конечно же, большое будущее, потому что это, во-первых, красиво, своя эстетика, и сразу три вида спорта. Всегда приятно видеть, когда человек, может быть, умеет гораздо больше, чем ты. И такая приятная зависть. А если это делает ваш ребенок, то это вдвойне приятно. Спасибо вам большое. У нас в гостях Ольга Балашова, президент Федерации чирспорта городского округа Люберцы, член правления Федерации Московской области. И Оксана Матвеева, тренер команды «Резолют» по чирспорту, мастер спорта по спортивной гимнастике. Это была программа «Открытый диалог». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова